Субтитры делал DimaTorzok Вот и последняя ушла в сторону Не участвую в соревнованиях принципиально Потому что считаю, я написал даже, всем объявил Поскольку идет война, я ни в чем не буду участвовать Все во всяких этих шоу, они же во шоу превращаются Вот она, в желтом Мне об этом говорил в Ешелатинском районе один, кстати, русский мужик В 29-м году приехали НКВДшники Проехали по всем калмыцким семьям Собрали все, у кого там были луки и стрелы И все это сожгли И сказали, чтобы больше никто луки не делал, стрелы не делал Это был 29-й год Ну, видимо, по всей Калмыкии так было Я так думаю Это едем в зону ИК-1 Исправительная колония номер один Везем передачу И хотим добиться свидания С Алтаном Ачировым Гражданский активист Который в прошлом году, в апреле месяце, был арестован По этой статье о фейках Статья 207 По моему, точка 3 И, мол, суд Городской, а затем и республиканский Приговорили его к пяти годам Общего режима Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот, он был первый, а я второй Но мое дело вот подвисло Непонятно, чем закончится 9 декабря целая бригада ко мне домой пришла Сам следователь, два понятых Еще три представителя полиции Двое из этого центра ЭКО Вот центр ЭКО как раз Вот они зацепились за один репост И опять же, вот, та же самая судья Вот, которая Алтану выносила три года Я к ней попал Но она меня знает, потому что я знаком с ее отцом хорошо Я помню, она даже воскликнула О, Валерий Антонович, не ожидала вас увидеть В наручниках Они просили домашний арест Но она сделала запрет определенных действий Это немножко слабее, чем домашний арест То есть можно передвигаться с этим браслетом Не знаю, я вот не скажу, что я смелый человек Никогда себя не считал особо смелым, дерзким Но у меня еще с молодости Я считал, что тюрьма не самое страшное место Я все-таки помню Сибирь Хоть мне уезжали из Сибири в 58-м году Мне было 7 лет Но я очень многое понимал Тогда был геноцид, да Весь народ собрали, выселили Тем более война шла, голод Там от голода очень много людей умерло Представляете, 28 декабря, зима Не дали собраться толком Многие вот как Легко были одеты люди Вот они умерли там По пути И я вот поражаюсь Людям Которые до сих пор Сожалеют О советской власти А некоторые даже сожалеют о Стадине Я считаю, это вообще Вывих мозга какой-то Иногда вполне приличные люди, казалось бы Образованные Ну это же как пропаганда, да Со школьной скамьи, с детства Видимо, в семьях Не говорили правды И в семьях не обсуждались эти вопросы А у меня отец Он ненавидел коммунистов До самой смерти И он этого не скрывал Особенно, когда выпьют Он прямо кричал Коммунисты, сволочи Я вот удивляюсь Почему его не посадили Но, видимо, никто его не сдавал просто Но сейчас то же самое же Люди смотрят телевизор И убеждены в том, что это правда Я считаю, что это правда Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А мы сделали газету в декабре 1910 года И в 2011 году в январе вышел первый номер и вот он выходил до прошлого года вот в прошлом году последний номер вышел в сентябре потом начались мои вот эти неприятности в декабре потом вообще возбудили уголовное дело и с тех пор газета не выходит ну я фактически остался один Одни уехали, другие не хотят Третьи состарились Ну и мне сейчас уже неинтересно стало Я вот не знаю Думаю, наверное, больше не буду выпускать А вот хочу вот этот вот канал на Ютубе Заняться им Когда после СВО возникли административные дела Многие, не многие, да, но часть Некоторая часть, такие активные тоже Умные, инициативные Они просто уехали Уехали, попросили Кто-то попросил политическое убежище Кто-то просто уехал А те, кто остался, они боятся Ну реально боятся Я говорю, я не могу никого ни в чем упрекнуть Нельзя упрекать людей Вот я сам могу что-то делать И буду делать И знаю, что это за это будет Но и не хочу уступать Я считаю так Чтобы Калмыкия стала республикой Государством В составе демократической и реальной федерации Вот так будет Если так будет, то и Калмыкия будет развиваться Чтобы это было как в Штатах Соединенных Как в Федеративной Республике Германия Как в Швейцарии Как в реальной федерации И причем федерация должна быть демократическая Именно демократическое устройство общества Пока что самое лучшее И когда мне говорят Ну это западное Я говорю, а вы посмотрите на Монголию Я калмыкам рекомендую Езжайте в Монголию Монголия вполне демократическая Республика восточного типа Посмотрите, говорю, на Южную Корею На Японию Средний Восток, он конечно не живет так Поэтому он отсталый Но пусть не обижается Я так считаю Есть статистика в этом Как его Ну вот сайт Официальная статистика И там написано, что Сколько-то Несколько тысяч человек Типа уехали с Калмыкии Но в пределах России Но там четко прослеживается Что вот Август Потом сентябрь И скачок в 10 раз Получается Потом сентябрь, октябрь, ноябрь Там идет уже огромный рост Уехавших Но я думаю, что Люди уезжали, скорее всего Тот же Казахстан Может быть Еще куда-то За границу Там написано, что за границу 40 человек уехало Ну это точно неправда 40 человек Я вот так Столько своих знакомых насчитаю Даже больше Поэтому уехало много Это тоже трагедия Некоторые там злорадствуют Вот они уехали Газовали Но именно для нашего рода Народа Как минимум Это трагедия Потому что мы были В ссылке Когда нас высылали И когда Мы вынуждены Уезжаем Мы не едем путешествовать Смотреть мир Работать Как высокий специалист А людям приходится Отсюда уезжать То есть Тут только сочувствовать Надо А не злорадствовать Я вообще Наш народ Вижу Как такой Единый организм Который Иногда болеет Иногда Хорошо себя чувствует Но это все Единый организм Поэтому я Даже те Кто со мной Не согласен Я их считаю Своими Братьями И сестрами То есть Родными Поэтому Вот некоторые Говорят Вот придем К власти Будем их Сектам Кончать Я говорю Я их буду защищать Потому что они Все таки Ну представители Моего народа Просто заблуждаются Просто болеют Просто Как сказать Все же поменяется И Как бы они Допустим О чем бы они Не думали Да Какой бы Какая бы У них позиция Не была Корыстная Не корыстная Они же все равно Точно так же Как и я Живут одну жизнь Они умрут Все мы умрем А народ останется Поэтому Надо просто Вот как Если мы все Клетки организма Надо чтобы Было побольше Здоровых клеток Здоровые клетки Они Имеют свойство Вылечивать Другие Здоровые клетки Либо наоборот Больные И заражают Здоровые А если От каждой болезни Просто отрезать От себя Что-то болит Там Болит Ногоотрезу То от нас Ничего не останется Получается Единственный путь У нас У единого Организма Это лечиться А после меня Мои дети Могут Дружить С детьми Тех Кто Считается Нашими Сейчас Оппонентами Врагами Они могут Быть Лучшими Друзьями И я Не буду Говорить Не дружись С ним Потому что Его отец Так думает Но это У каждого Человека Своя душа Свой мозг И каждый Сам Должен Принимать Решение 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 Решение